Играет музыка Артем, Ермаш, Артем, Вита, Лариса и Марина Колесникова. Во славу Бога Отца и Бога Духа Святого, благодарность Божьей мудрости, силе и любви мы вручаем, еврейская мессианская община, свет мессии, сертификат об успешном окончании евангелизационной школы для лидеров. Мы вообще благодарны Богу за то, что по внутреннему состоянию нашему знают людей. Поэтому давайте мы протянем наши руки, помолимся за них, а потом я расскажу вам еще, какую программу мы хотим еще дальше развивать. Аминь. Авинуший Башимаем, Отец Небесный, во имя Ишоа Месси, мы просим Твоего благословения для их жизни, Господи Боже, благослови их в евангелизации, в благовестии, просим Твоего благословения для них, во имя Ишоа Месси. Мы просим, Господь, снаряди их всеми качествами, которые необходимы для благоуспешной жизни. И весь народ сказал Аминь. Слава Богу. Аминь. Слава Богу за все. Аллилуйя. Я хочу еще сказать одну тему. Когда мы были в одной из общин на западной стороне полушария, они используют очень хорошую и очень интересную практику. Кто из вас слышал евангелизационное служение пороческим даром? Не даром пророкам, даром все служат, а именно пороческим даром. Дарами, которые человек имеет, каждый из нас имеет пороческий дар. Этим пороческим даром используется для евангелизации. Эту школу мы хотим также начать в нашей общине, чтобы люди духовно возрастали и имели понятие, что Господь хочет и как хочет Бог действовать. Потому что, будучи Вадимом, Духом Святым, Рав Шаул говорит, что где-то ему позволительно было прийти, где-то он остановился, где-то он не пошел, где-то он, наоборот, восполненный был Духом. Он евангелизировал, давал слово. Это было от Рав Шаула. Поэтому мы бы хотим эту школу также начать. Это может быть через несколько месяцев. Поэтому добро пожаловать в межпуху, в семью пророков и евангелистов. А то все хотят пророчествовать так, в маленьких кругах, знаете, там друг друга на пророчествовать всякое. А попробовать быть пророком, идти на улицу, потом быть побиваемыми камнями, оплеванными, пренебрегаемыми. Вот это вот, это настоящее служение пророческое. И благовестие. Вы готовы на это? Вы готовы? Ну, слава Богу. Здравствуйте, меня зовут Дима. Вот. А сколько времени есть об этом? Мало? Время мало. Вот. Просто такая история, как бы... Хотя пока гости не придут, можно говорить. История просто, как бы, такая, ну, немножко, может быть, необычная, неожиданная, да? Как бы, то есть, я попал вообще в общину, начал свой христианский путь именно вот, как бы, с этой школы, да? То есть, как-то так вот получилось, да? Хотя, вообще, это, как бы, школа для лидеров, да? Ну, я, вот, как бы, первый раз вообще, вот, попал в церковь, да? Пришел, как бы, и вот попал вот сразу, да? Сразу, сразу попал в эту школу. Поэтому, как бы, эта школа для меня дала общину. Эта школа для меня дала друзей, знакомых, да? То есть, вот, всех вас, то есть, ну, мою новую семью, так скажем, эта школа для меня дала. Вот. Плюс, как бы, естественно, именно так, по сути дела, да? Эта школа дала мне знание, понимание о том, вообще, для чего, как бы, для чего мы все, да, нужны, как бы, да? Как вот в Библии говорится, идите и благовествуйте, да? То есть, как бы, что мы должны ходить, как бы, то есть, не просто там, да, там, я христианин, да, и вот там сижу себе там и считаю себя христианином, да? Что мы все должны ходить, как бы, да, и благую вещь разносить, как бы, по всему миру, да, то есть, там, по своей возможности, да? Вот. И, то есть, понимание этого мне дала эта школа, да? И плюс, как бы, да, второй вопрос, что я буду делать с этим? Вот. Ну, как бы, мы уже с этим делаем, потому что, как бы, наша школа заключалась не в том, что мы там ходили, 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 а потом, как бы, там, что-то начали делать, да? То есть, мы каждое занятие, у нас была еще практика, да, то есть, мы ходили, каждую субботу евангелизировали по улицам, да? То есть, вот это то, что, как бы, мы делали. Плюс, как бы, естественно, хочется с этими знаниями делиться, да? То есть, то, что мы получили, как бы, нас еще готовили к тому, чтобы мы могли об этом не только ходить, евангелизировать по улицам, а чтобы мы могли обучать других людей этому. То есть для многих это сложновато. Для меня, наверное, тоже было бы сложновато выйти на улицу, о чем говорить, что говорить. Эта школа дает такие знания. Она подготавливает человека к определенному плану действий. Чтобы ты вышел на улицу и не пожимал плечиками, а что делать? Вы не переживайте, мы просто время затягиваем. Вот, я уже растянул сильно. Можете следующему передать микрофон, я тоже согласен. Да, ну вот как-то так. Что собираюсь делать, это делиться этими знаниями. Кто захочет, школа будет продолжаться. Мы будем делиться знаниями. Спасибо. Меня зовут Вита, и я скажу коротко. В этой школе я научилась, как можно побороть свой страх. Я раньше боялась очень выходить на улицу и говорить людям. Но когда я вот начала это делать, я не знаю, я боялась просто, что люди, отвергая Писание, отвергая этим меня, и этого я боялась. Но в этой школе, когда выходила на улицу, я научилась и уже больше не боялась. А что я дальше буду делать? Я хочу дальше продолжать в этом духе, евангелизировать. Салон, меня зовут Лина. И вот у меня была такая, ну, мечта спасать евреев. И как бы я закончила на тебя, я думаю, что вот я с Борей, мы все знают, да, что нас помолвка. Он говорит, ну, начинается школа, идем. Я говорю, да, уже училась, ну, опять идти. И что говорить? И вы знаете, это действительно вот как, спасибо моему брату Виталику, который меня ободрял, говорит, это школа-клиника. Я говорю, почему она клиника? Ну, и вы знаете, таки клиника, потому что после всех служений, вот, сабатная, утренняя, там, школа, и потом идешь на улицу. Зима, холодно. И к прохожим, ко всем, вот подряд нужно подходить и рассказывать Евангелие. Ну, не так, как вот мы там, ну, вот Бог дает встречи, а вот по этой школе, не сбиваясь, по плану. Это училось дисциплине. Это действительно была клиника, где ты ломался, шел, там холодно или там ветер, и думаешь, и как же подойти? Ну, ты же уже вот и время вычисли. Почти на людей напугать, а тут кажется... Не-не-не-не, я хочу сказать ободрение, я не напугала. Как у вас у всех ломки какие-то начинаются. Ну, так это же клиника. Вот спасибо моему брату Виталию, я благодарю за его ободрение, что он всегда приходил, ободрял. Спасибо за Ирочку, хочу поблагодарить за учителей и наставников наших, которые смело шли на улицу и впереди показывали нам пример. Ира, спасибо тебе большое, потому что ты показала мне смелость, как не бояться правильно рассказывать Евангелие, правильно доносить с любовью. Спасибо Виталю, который ободрял нас, когда там вот... И спасибо большое за Борю, за его верность и кротость, которую послушался Бога и начал эту школу. Я вам скажу, я очень много получила, очень много в контакте с людьми, в общении. Спасибо Богу, что он нас ободрял, он так привел к нам Сонечку с синагоги, которую тоже, когда мы подустали, она зашла к нам на евангелизацию, и для нас это было... Аллилуйя, такое вот... Ну, что я буду с этим делать? Конечно же, буду стараться продолжать, обучать, евангелизировать, ну, продолжать это дело. Спасибо Господу за всех вас. Что я получила? Я получила все свои знания, сфокусировалась в нужное русло, и действительно, сейчас очень легко встречать человека, говорить по сути. И я тоже избавилась от страха, мы первые разы выходили, как кленовые листы, боюсь, не хочу, не могу. Вот, но сейчас действительно, чем чаще мы это делаем, тем это лучше у нас получается. И что будем делать? Спасать именем Ешуа многих для Царства Небесного. Меня зовут Лариса, и я вообще не собиралась там заниматься. Я пришла к Боре и сказала, Боря, я просто посижу на уроках и посмотрю, как это делать, чтобы знать, как родственников евангелизировать, там друзей. Но оно так втягивает, и я тоже боялась выходить на улицу. А потом мы шли с лидером и два ученика. Вот лидер начал что-то разговаривать, и ты по неволе как-то втягиваешься, начинаешь тоже евангелизировать. Ну, все прекрасно. Виталику спасибо, Ирочке спасибо, Боре спасибо. Шалом, меня зовут Артем. Что я получил в этой школе, это как правильно доносить Евангелие, чтобы люди поняли, чтобы люди просто воспринимали, понимали это просто. И что я обладил, конечно, евангелизировать будем. Будем евангелизировать.